Клёв! Клёв! Скрёв! здорово с вами я Жека, и добро пожаловать в новую серию Школы Майнкрафта Виртуальной реальности Сегодня я вас научу, как нужно правильно выживать в Майнкрафте Друзья, хочу вам напомнить, что эта серия выходит только благодаря вам Потому что вы поставили много лайков под предыдущей серии И если вы хотите, чтобы сенсей Жека продолжил вас учить играть в Майнкрафт виртуальной реальности, то прямо сейчас влепите лайкусик, и как только будет под этим видео много лайков, я сразу же расчехлю свой алмазный меч и буду нарезать, нарезать, нарезать всех. Виртуальной реальности, конечно, у меня пока алмазного меча нету, только железный, но что поделать, вот так вот бомжуем. Ну что же, сегодня мы продолжим выживать на этой замечательной карте в Майнкрафте, где меня посадили в клетку, и не хотят отсюда выпускать уже хреновую тучу серий, но, по крайней мере, слава богу, за то, что я прохожу очистки, мне хотя бы увеличивают мою клетку, как бы, я все равно в клетке, но хотя бы клетка увеличивается, уже хорошо. Если по какой-то причине вы не посмотрели предыдущие серии, то, пожалуйста, посмотрите их, потому что, если вы не посмотрите, то вас песком придавят, как этих коров, и будет вообще не круто. Если что, подсказочка вылезла в правом верхнем углу, если не смотрели предыдущие серии, тыкайте на подсказку, смотрите, потому что, реально, вы ничего не поймете, а, может, если даже поймете, то просто проспойлерите себе все и пропустите просто дозу контента, поэтому тыкайте на подсказочку и смотрите предыдущие серии, а я вам сейчас постараюсь объяснить, чем же мы с вами сегодня таким займемся. Напомню вам, что смысл этой карты заключается в том, что нужно проходить различные ачивки в Майнкрафте, за которые у нас, собственно, и увеличивается наша зона выживания. И в прошлой серии, ребята, мы сделали алмазную кирку, которая у меня до сих пор есть, мы добыли немножечко обсидиана и сделали портал в ад, который находится где-то там наверху, вот, и мы теперь можем отправиться в ад и выполнить еще две ачивки, собственно, этим мы сегодня и займемся. А пока я залезаю к порталу, я хочу вам объяснить, что вообще за ачивки мы сегодня будем проходить. Ачивки у нас достаточно сложные, но, по крайней мере, одна сложная, а вторая не очень. Первая ачивка заключается в том, что нам нужно убить Ифрита и с него получить, ну, вот эту вот палочку Ифрита, я забыл, как она называется. Это, в принципе, легкая ачивка, если, конечно, там будут Ифриты, потому что пока что я вообще там никаких мобов не видел, но ладно, это легкая ачивка. Но сложная ачивка, ребята, заключается в том, что нам нужно... Сложная ачивка заключается в том, что нам нужно как-то добраться живыми до портала и не упасть с этой лестницы. Сложная ачивка заключается в том, что нам нужно с помощью нашей руки, просто обычной руки, отбить фаербол Гаста, то есть, когда Гаст в нас будет стрелять своим огненным шаром, нам нужно будет этот шар отбить таким образом, чтобы он убил Гаста, ну, как-то вот так вот. То есть нам не просто нужно вот так вот мечом или луком захреначить Гаста, а нам нужно именно его убить его же оружием, то есть когда он будет в нас стрелять, мы должны будем отбить его огненный шар, будем играть с Гастом в, как это называется, в бейсбол. Ладно, в принципе, я не знаю, как это всё получится, я убил случайно курицу, извини, давайте отправимся уже в портал в ад и посмотрим, что же нас там ждёт. Запрыгнись ты, хух. Так, всё отлично, телепортируемся в ад. И ещё, кстати, кое-что, за серией я решил сделать вот такой вот небольшой столб из камня с лестницей наверх, потому что я подумал, что в серии это будет достаточно скучно делать, ну просто ставить блоки под собой, это скучно, поэтому я это сделал за серией. Я уже слышу Гаста, и я к тебе иду, мистер Гастик. Я, конечно, блин, вообще не знаю, справлюсь я или нет, но я очень надеюсь, но в принципе, если я не справлюсь, то это будет очень печально, потому что я зареспавнюсь не в аду, а я зареспавнюсь в обычном мире, и мне придётся опять сюда забираться. Я уже, блин, 300 раз пожалел, что я сделал портал так высоко. Так, смотрите, ребята, мы с вами забрались, я слышу Эфрита, и я слышу Гаста. Ой-ой-ой-ой-ой. Как бы с одной стороны, я очень рад, что я слышу и того, и другого, но, чёрт возьми, если они сейчас прямо вот так вот появятся передо мной, и мне с ними придётся драться, то это будет очень и очень нездорово. Я не готов к такой битве. Почему такие громкие звуки? Давайте мы сделаем чуть-чуть потише, потому что, ну, капец, меня это реально пугает. Так, ага, смотрите, я вижу свинозомби, и я вижу Эфрита. Берём сразу в руки меч, и сюда... Офигеть вас тут, охренеть вас тут, охренеть просто вас. Охренеть, вы уже хотите меня убить? Так, подождите, там уже стоят Эфриты, поэтому я должен приготовить свой, хотя бы, я не знаю, лук. Давайте мы, может, застрелим кого-нибудь. Где они? Где вы? Эй, падлы, я не вижу этих Эфритов, они же только что здесь были, где они? Ага, всё, я вижу Эфритов. Эфрит, иди сюда. Блин, он стоит за границей карты, а как я тебя буду убивать? Братан, и как бы ты, конечно, очень крутой. Ого, вот он, вот он, стреляем, стреляем, ребята, стреляем! Всё, отлично, я убил Эфрита, я убил Эфрита! Так, подождите, там ещё один Эфрит. Тихо, 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 пошёл в сраку, пошёл в сраку, пошёл в сраку, чувак. Так, отлично, второго Эфрита мы тоже убили. Вот это мы всё потушим, нам нужно быстренько забрать палочку, которая... А куда она упала? Она что, упала в самый низ туда? Или её кто-то сжёг уже? Ох, твою мать, нихрена себе здесь Эфритов! На, получи, гадина, получи! А, 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 меня подожгли, меня подожгли, меня подожгли! Нифига тебе, тут ещё два Эфрита, сдохни! Так, отлично, мы убили ещё одного Эфрита, и ещё одного сейчас тоже убьём. На, хух, хух, мы убили всех Эфритов. Ну, почти всех. Какой-то просто нереальный эпик, у меня уже осталось два сердечка, я чуть не сдох. Так, тихо, тихо, тут ещё один Эфрит, давайте мы аккуратненько его застрелим. Два гастрелы у меня пока что есть. Смотрите, я видел, что там выпала палочка Эфрита, но только... Тихо, тихо, сейчас главное не упасть. Я не уп... Ай, чёрт возьми, я опять горю! Я опять горю, ребята, я опять горю! Так, тихо, 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 давайте вначале перекусим, перекусим немножечко, и отправимся снова в бой. Блин, нужно было взять чуть побольше еды, потому что чувствую, что еды мне вообще не хватит. Умри, падла, умри! Только умри! Твою мать! Он опять меня поджёг, он опять меня поджёг. Так, тихо, 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 тихо. Вылезаем и аккуратненько стреляем. Иди сюда, падла! На! Всё, отлично, мы убили ещё одного Эфрита, тут ещё два Эфрита! Охренеть, вас тут заспавнилось! Отлично, ребята, я прошёл одну ачивку! Я случайно подобрал палочку Эфрита и прошёл ачивку. Ух, как я понимаю, раз тут спавнятся Эфриты, значит, где-то рядом есть спавнер, как бы это было ни странно, поэтому нам этот спавнер каким-то образом нужно сломать. Я предлагаю, знаете, сделать какой-нибудь подкоп, или может просто ещё чуть-чуть выше забраться? Мне кажется, чуть выше нужно забраться. А-а-а, тихо, 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 твою мать, лава, лава! Твою мать, я вообще не понимаю, что в этом аду происходит, это реально какой-то лютый ад. Каким образом вы мне вообще предлагаете туда забираться, если там какая-то лютая жесть происходит? Тут где-то Эфрит, я его бью через блок, нормально. Так, смотрите, что мы делаем? Ой-ой-ой, здравствуй, Эфрит, здравствуй. Я тебя, я тебя застрелил, ты не против? На, умри, падла. Так, отлично, ребята, давайте мы попробуем всё-таки сделать подкоп, потому что... Сделать подъём наверх у меня не получилось, потому что там какая-то тоже лютая жесть происходит. Давайте попробуем сделать подкоп. Так, смотрите-ка, я сделал подход, и здесь... А-а-а, тихо, я опять горю, ну, ну, охренительно, просто охренительно, я сейчас ещё и умру. Нет, пожалуйста, я не хочу умирать, у меня есть какая-нибудь еда, у меня больше еды, ребята, нет, у меня есть сырая курица, но сырую курицу есть, это, конечно, это, конечно, не очень. Хреново, как-то я подготовился к походу в ад, нужно было сделать себе побольше еды. Ну, по крайней мере, мы с вами прошли уже одну ачивку, и это уже неплохо. Тихо, давайте мы аккуратненько так высунемся. На, так, давай ещё. Чё, подойдёшь ко мне, падла, не подойдёшь? Не, не хочет он мне больше подходить. Хорошо, давайте мы ещё ниже сделаем подкоп, чтобы... чтобы нас точно никто не поджёг. О-о-о, ни хрена себе ниже сделаем подход, здесь вообще какая-то жопа творится. Так, хорошо, а если я сюда копну? А если куда-то вот сюда? Там что-то есть? Ох, мама дорогая, ни хрена себе тут гаст! Здравствуйте, гаст! Здравствуйте, ми... Нееет! Так, ладно, окей, хотя бы я нашёл гаста, это очень хорошо, и я смогу пройти ещё одну ачивку. Господи помилуй, просто других слов нету, это, это просто жесть. Подождите, стоп, я прошёл ачивку, но у меня почему-то не увеличилась территория здесь. Эмм, эмм, ну, я же прошёл ачивку, смотрите, вот, ачивмент, да, берём, открываем ачивмент, и тут у нас вот ачивка, как она, into fire, да, into fire, taken, в смысле, а почему у меня не увеличилась зона выживания? Или она увеличилась? Или она увеличилась? Или не увеличилась? Нет, ребята, она не увеличилась? Или увеличилась? Хм, что-то я не особо понимаю, увеличилась она или не увеличилась? Ну ладно, хрен с ней, давайте возьмём немножечко еды, да не немножечко, а прям всю возьмём нахрен еду, потому что еда нам сейчас очень и очень нужна, берём вот это, это я потом всё за серией, собственно, сделаю, отфильтрую, поэтому давайте просто наберём кучу еды, вот это возьмём, что мы ещё можем взять? Ну есть ещё какая-то еда есть вообще? Гнилая плоть, гнилая плоть, нафига мне гнилая плоть? Так, мне, пожалуйста, какой-нибудь нормальной еды можно? Ладно, в принципе, больше у меня никакой еды нет, мы можем, конечно, убить коров и размножить их, но мне лень этим заниматься сейчас, поэтому давайте снова залезем наверх и попробуем ещё раз ходить в ад. Больше всего меня пугает в этой ситуации то, что этот гаст может взорвать мой портал, а если он взорвёт мой портал, то я, блин, вообще теперь не вернусь обратно к себе домой. Это меня очень пугает, вот это реально меня очень сильно пугает, поэтому даже не знаю, стоит ли с ним драться прямо возле портала или всё-таки попытаться отойти чуть-чуть подальше от портала. Вот это вот вопрос, вопрос, который требует ответов. Ой-ёй-ёй, здравствуйте, мистер свинозомби. Вы, вы чё тут, вы чё тут встали? Давайте вы как-то свалите отсюда, потому что мне не нравится, вы тут стоите. Привет, конечно, очень приятно познакомиться, но на свали. Так, нифига себе, тут ещё свинозомби, тут везде свинозомби. Ага, и гаст наверху, так, окей, смотрите, какой у нас план. Давайте мы залезем, нам нужно как-то заагрить гаста. Давайте залезем наверх, ещё выше, ещё выше, и будем пытаться отбивать его фаерболы, которые он будет кидать в нас. Нихрена себе тут свинозомби, их реально очень много. Так, окей, давайте, что мы... Ааа, тихо, у меня уже стреляет гаст. Так, отлично, я отбил его пулю, я отбил камапулю, камапуля. Тихо, 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 камапуля, да, я прошёл ачивку, серьёзно, серьёзно. Это было настолько... Тихо, это было настолько просто, я прошёл уже ачивку. Охренеть, я думал, что это будет сложнее. Я думал, что сейчас будет какой-то эпичный бой, что там гаст кидает свои шары, я там как-то пытаюсь отбивать. Ну нет, ребята, я просто сделал эту ачивку буквально за 5 секунд. Почему на меня нападают свинозомби? Пошли в страку, пошли в страку свин... Ага, свинозомби меня взяли и убили. Да и хрен бы был с этими свинозомби, вы понимаете, что я прошёл 2 ачивки, которые мне как раз-таки и были нужны. И территория, получается, у меня ещё увеличилась. И ещё 2 ачивки, и я смогу собрать тростник, который мне... Или даже 1 ачивка, и я... Или нет, 2. 2 ачивки, и я смогу собрать тростник, который мне нужен для зачаровального стола. Оу, щет, ребята, я просто нереально рад. Я не знаю, у меня какая-то детская радость просто. А, смотрите, у нас ещё какая-то ачивка есть. А, что, 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 что вы? Смотрите, у нас есть ещё ачивка сделать хлеб и сделать тортик. А я даже не видел такие ачивки. Давайте тогда мы соберём быстренько пшеницу. Офигеть, ребята, сегодня я выполню просто дохренища. Овер триллион ачивок, которые я не выполнял почему-то в предыдущей серии. Так, мы это садим, садим, садим. А, теперь забираем, забираем. Где наш, где наш верстак? Вот верстак. И делаем просто хлебушек. У нас сейчас пройдётся ещё одна ачивка. Серьёзно? Это было так просто! Это было действительно так просто. И ещё одна ачивка, и я смогу добыть тростник. Смотрите, мне нужно сделать тортик. Только я вот не помню, как он делается. А, стоп, для тортика нам нужен сахар. А сахар только из тростника можно получить. Поэтому, к сожалению, пройти ачивку с тортиком у меня не получится. Но зато я помню, что наверху был какой-то сундук, который я не мог открыть раньше. И мне кажется, что сейчас как раз-таки я смогу его открыть. Хрен знает, конечно. Может быть, я ошибаюсь. Но давайте попробуем. Залезаем на самый-самый верх, получается. Или даже не на самый верх. Давайте хотя бы вот сюда залезем. Посмотрим. Ааа, так. Тихо-тихо-тихо-тихо. Здесь вроде бы ничего нет. Здесь только вот этот кварцевый блок, который непонятно вообще зачем нужен. Там лава разлита. Тут у меня деревья растут. В принципе, окей. Залезаем еще выше. И вот там, по идее, должен быть сундук, в котором возможно... Я еще раз, я не знаю. Возможно и нет. Возможно в этом сундуке и лежит сахар, который мне пригодится для ачивки. Ох, господи, как сложно забираться по лестнице. Давай. Давай, давай, давай. Такс, ага. Где-то здесь был сундук. Вот только где? Это уже другой вопрос. Сундучара. Сундучара. Где был сундучара? Где-то точно был сундучара. Возможно он где-то снизу. Окей, в принципе, давайте мы тут все раскопаем. Нам в любом случае это все пригодится. Вот у нас как раз вот изумруды есть. Еще лазурит есть, который мне тоже пригодится. Не знаю, для чего нужны изумруды. Ну, на этой карте я имею в виду. Потому что здесь я жителей не встречал. Подождите, а где... О, алмазы. Вот это вообще неплохо было. Я только что добыл просто с нифига еще один алмаз. Где-то здесь был сундук. Я не знаю, возможно у меня проблемы с памятью. Ох, нихрена себе, ребята. Я даже алмаз не подобрал, прикиньте. Я не подобрал алмаз, потому что у меня был полный инвентарь. Что я хотел сказать? Возможно у меня пробелы в памяти, но по-моему я видел здесь сундук. Блин, да не может быть такого. Не может быть у меня такие пробелы в памяти. Я точно видел сундук. Вот прям зуб вам даю. Где-то здесь был сундук. Может он где-то наверху? Блин, у меня лопаты нет. Я алмазный киркот добываю землю. Мне просто лень переключаться. Все, ладно, переключусь. Так, окей, ставим здесь факел на всякий случай, чтобы тут никто на нас не напал. Ломаем блок. Пожалуйста. Тут где-то был сундук. Где он был? Вот вспомнить бы. Или он может где-то дальше был. Или может я его уже открыл? А, нет, я его вроде бы уже открывал. А почему тогда я подумал, что я его не открыл? Может где-то внизу был сундук, который я не открыл? Ну, вон там есть сундук, но я пока его еще далеко не могу открыть. Хм, странная какая-то фигня. Я уже даже придумал, чем мы будем с вами заниматься в следующей серии. Я, конечно, не знаю, что там находится наверху, но раз там вообще что-то есть, скорее всего, нам туда нужно будет подняться, и мы там сможем пройти еще какую-нибудь ачивку. А так, в принципе, ребята, мы стоим... Ой, что я открыл? Господи. Так, мы, в принципе, ребята, стоим на пороге к успеху, потому что нам осталось сделать не так уж и много ачивок. Нам нужно сделать библиотеку, нам нужно сделать зачаровальный стол, добыть слезу Гаста. А, нет, стоп-стоп-стоп, это я уже прошел. Нам нужно сделать Эндерперл. Точнее, отправиться в Эндермир. Нужно сделать маяк, нужно сделать суперзолотое яблоко. Короче, очень много всего еще, на самом деле, нужно сделать, чего я не сделал. Ну, ладно. Я думал, что я уже почти все сделал. Короче, смысл в том, что мне нужно пройти одну любую ачивку, и я смогу добыть тростник, который мне нужен для просто дохрели неон ачивок. Но этим всем мы будем заниматься в следующей серии. Я надеюсь, что вам понравилась эта серия. И как только под этим видео будет много лайков, я обязательно выпущу следующее видео по школе Майнкрафта виртуальной реальности. Поэтому, ребята, поддерживайте рубрику. Я вот, видите, умер ради вас. Просто спрыгнул с крыши ради вас. Ради вас, что вы поставили лайки. Поэтому ставьте большущие пальцы вверх и подписывайтесь на канал, потому что здесь выходит много различных роликов. Не только по Майнкрафту виртуальной реальности, еще много других роликов. Поэтому подписывайтесь, тыкайте на ваши колокольчики и, конечно же, ставьте лайки. А еще у меня есть Инстаграм. И в Инстаграме я общаюсь с подписчиками и ставлю лайки подписчикам на фоточки. Поэтому тоже подписывайтесь. Ссылка есть в описании. Ну а с вами был Жека. Всем удачи и всем поедава. Субтитры сделал DimaTorzok